Здравствуйте! На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня очень важный и актуальный на все времена и особенно сегодня вопрос, что значит предать себя в руки Божии. Времена, в которые мы с вами живем, тревожные, волнительные. Многие люди пребывают в растерянности, в унынии. И начать я хотел бы не со священного писания, которое обязательно сегодня прозвучит в моем ответе, а с шутки, которая обошла уже весь российский интернет, который как раз является важным введением в этот вопрос. Доктор, что мне принять от волнения, тревоги и уныния? Больной, примите волю Божию. Даже люди, далекие от Церкви Христа, понимают, что действительно мы волнуемся, мы тревожимся, мы не можем найти спокойствия, иногда впадаем просто в отчаяние, буквально в истерику, просто потому что не можем предать себя в волю Божию. Что же это значит? Собственно, автор этого вопроса как раз и задается темой, что это значит предать себя в волю Божию. Господь наш Иисус Христос в Евангелии прямо говорит, что без воли Отца вашего Небесного волос не упадет с нашей головы. Собственно, осознание того, что все обстоятельства нашей жизни исходят от Бога, должны вселять в нас спокойствие, уверенность и терпение, потому что мы можем волноваться, а будет ли у меня завтра достаток, будут ли мои близкие здоровы, что произойдет с страной, а что будет с церковью. И каждый раз, когда мы задаемся этим вопросом, мы можем ли задаваться этими вопросами? Можем. Должны ли мы переживать об этом? Должны. Должны ли мы молиться об этом? Должны. Но всегда, как в молитве Отче наш, добавлять, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Или не как я, Господи, хочу, но как Ты, пусть все да будет. Или еще как-то своими словами. Господи, я знаю, что Ты любишь всех нас вместе и каждого из нас по отдельности, что Ты заботишься о каждом из нас. И поэтому замечательный, еще тоже совершенно языческий римский принцип, который восприняла христианская церковь, делай, что должно и будь, что будет, является лучшим ответом на поставленный вопрос, что значит предать себя в руки Божии. Это и значит делать, что должно и пусть будь, что будет, потому что это будет по воле Божьей. И Господь наполняет этот мир своей силой, своей благодатью. Более того, Господь всегда находится рядом с теми, кому хуже всех. Господь всегда ближе к страдающим, чем к радующимся, к проигрывающим, чем к победителям. И в этом удивительное отличие нашего понимания того, кем является наш Бог, от традиционного, даже ветхозаветного представления. Потому что в Ветхом Завете, в исламе Бог с теми, кто побеждает. Как понять, с кем был Бог, например, вот в этом конфликте? А с тем, кто победил. Потому что Бог ему помог, поэтому он и победил. Наше христианское представление об этом совсем другое. Как раз Бог с теми, кому нужна его помощь. С теми, кто бессилен. Поэтому такое громадное количество икон Матери Божией с замечательными названиями «Призри на смирение», «Всех скорбящих радость» и других подобных. Вчитаемся в слова Акафиста, например, и увидим, что и Матерь Божия, и Господь наш Иисус Христос, Он как раз ближе не к сильным, а к слабым. И поэтому, когда нам плохо, когда мы слабы, когда нет сил терпеть, воззовем к Богу словами молитвы, первой естественной молитвы Господней, молитвы Отче наш, и успокоимся. Успокоимся, потому что Господь будет рядом с нами, и все, что с нами произойдет, произойдет по Его святой воле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!